Музыка Площадь из Майлинского района составляет около 2000 квадратных километров. Расположен он в 180 километрах от Баку, и население составляет около 26 тысяч человек. Музыка Кстати, весь этот ролик я снял на камеру Canon R6 и объектив 24-70 RF. Музыка Раз, раз. Но из всего района я решил показать вам, пожалуй, самые популярные здесь две деревни. Они в корне отличаются друг от друга. Это Ивановка и Лагачо. Музыка 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 Лагачо Пожалуй, самый посещаемый поселок в Майлинском районе. Находится он в 36 километрах от центра Исмаиллы, и площадь у него всего один квадратный километр. Сюда запрещен въезд на машине, поэтому пойду прогуляюсь пешком. Музыка Это небольшой, но очень живописный поселок, хотя жители Лагачо не считают себя селянами и считают, что это город. Музыка Он является центром древнего творчества, производством медной посуды и оружия, а также ковроткачества. Музыка Основан он был в 3-4 веках. Тут сохранился водопровод и канализационная система, построенные аж полторы тысячи лет назад. Местная легенда гласит, что 8 веков назад один из здешних жителей оказался в Париже и увидел, как устроен город. С тех пор Лагачо поделили на 7 кварталов. В каждом была мечеть и баня, провели канализацию, а улицы замостили камнем. На сегодняшний день в Лагачо проживает около 1800 человек, хотя в 40-х годах прошлого столетия здесь проживало более 30 тысяч человек. Лагачо является историко-архитектурным памятником, охраняемым государством. Здесь действует режим архитектурного заповедника, запрещено строительство из кирпичей и прочих современных материалов. Поэтому облик Лагачо сохраняется в первозданном виде. Ивановка Ивановка. Известная на весь Азербайджан деревня с русским колоритом. Основана она в результате переселения крестьян Малакан из средней полосы России в Закавказье. Спустя 6 лет после Туркмечайского мирного договора в 1834 году 11 малаканских семей основали здесь село. И в 1840 году деревню назвали Ивановка. Сейчас тут проживает около 3000 человек. Жители Ивановки называют себя Малакани. Помимо Малакан здесь также проживают лезгины и азербайджанцы. После развала СССР все колхозы пришли в упадок и были ликвидированы. Колхоз сохранился только в Ивановке, где по-прежнему действует система коллективно-общественного труда. Он носит имя легендарного председателя Никитина, который долгие годы руководил этим хозяйством. Дворец культуры в селе Ивановка был построен в 1985 году. Тут есть своя больница и школа. А это памятник погибшим в Отечественной войне. Ушли около 700 человек и половина не вернулась. Дома в Ивановке это в основном старые классические постройки. Ряды домов образуют широкие асфальтированные улицы. Вообще Ивановка больше похожа на маленький тихий городок, чем на село.